200 буренок отныне будут всю зиму находиться в теплом и удобном помещении. Запах силоса и навоза, конечно, остается, но в остальном условия работы для персонала улучшились на порядок. В этом коровнике тепло, поддерживается нормальная влажность, поэтому дояркам и скотникам стало проще убираться. Все процессы максимально механизированы. Главная гордость таштыбских животноводов – современная линия машинной дойки. Дояркам больше не придется носить тяжелые ведра с продукцией в охладитель. За смену выходило до полутонны молока. Здесь под потолком установлен прозрачный молокопровод. После каждой дойки его промывают водой. Руководители предприятия надеются, что и люди, и буренки в комфортных условиях станут работать производительнее. Хотя надои молока в Ниве и так были высокими. Отмечу, что 100% именно в части молочного направления в таштыбском районе дают авой Нива. В данном случае они надаивают на одну фражну коровы более 4 тысяч литров в год. А если конкретно, то 4 тысячи 200 килограмм. То есть это очень неплохой показатель. По крайней мере, это выше среднестатистических показателей по республике ХКС. Причем современный коровник – не единственное вложение хозяйства в этом году. В приобретение оборудования и техники инвестировано 25 миллионов рублей. Нива нарастила производство практически в полтора раза. Причем современные машины заменили людей. Коллектив заметно сократился. Виктор Лушников, Альберт Кулумаев, Иннокентий Рыштаев, Вести Хакасия. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...